Байт. Байт. Что такое байт? 8 бит. 8 бит, отлично. А бит есть? Есть. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а бывает одна треть бита? Нет. Потому что информация измеряется только целым числом бит. Правильно? И поэтому говорить, что я вам сейчас сообщу 0,16 бит информации это глупость. Замечательно. Голосование. Кто убежден, что количество бит бывает только целым? Смотрите друг на друга. Смотрите друг на друга. Ребята, сколько у нас людей, которые придерживаются абсолютно ложного взгляда. очень много. Большинство, которые проголосовали. Господа, количество бит, безусловно, бывает. И цель моей работы сейчас будет именно в том, чтобы объяснить, что, оказывается, информация не обязательно измеряется в точном целом числе бит. и дать формулу для энтропии вероятностного пространства и формулу для информации. При этом, собственно, доказать некоторые формулы я не успею сегодня, безусловно. Но, вообще-то, довольно много мы успеем. Сначала я пытаюсь совсем на пальцах объяснить, почему все-таки бывает не целое число битов. Давайте так. Бит — это выбор из двух вариантов. Согласны? Отлично. А теперь представьте себе, что вы делаете выбор из трех равнозначных вариантов. Или выбор из десяти вариантов. Вот, давайте из десяти. Да? Мы говорим о логичной системе счастлива. Какой-нибудь. Я сейчас говорю вообще об информации. Итак, нужно выбрать один из десяти вариантов. Вы понимаете, что десять больше, чем восемь? Замечательно. Значит, очевидно, больше, чем три битых. Правильно? Тремя точно не обойдешься. И при этом десять меньше, чем шестнадцать. Значит, не больше, чем четыре. Так? Не больше. Если нам надо выбирать из десяти пальцев, представьте себе, я должен выбрать сейчас один из своих десяти пальцев. Очевидно, что для описания этого я должен буду использовать не больше... Мне хватит четырех битых. Правильно? Четырьмя битыми я могу объяснить даже шестнадцать вариантов. Правильно? Да. Замечательно. Давайте на пальцы раскладывайте. А теперь внимание. Я беру и делаю то же самое два раза. Один раз выберу палец, покажу вам палец. Второй раз покажу вам другой палец. Десять на десять. Десять на десять. Сто. Ребята, сто меньше, чем сто двадцать восемь. Сто двадцать восемь – это два в седьмой степени. И значит, десять – это меньше, чем два в степени три с половиной. Поймите, пожалуйста, если мне нужно... Вот представьте себе, я... Я не знаю, какой-нибудь там... Какая страна вам больше сегодня нравится? Америку. Америку. Конечно. Она же нас все время кормила. Она спасала нас все время. Поэтому давайте. Мы больше сегодня любим Америку. Прежде всего, да? Ватекан. Больше сегодня любят тех, кто им делал с историю... Нет Ватекана. Больше всего хорошего, да? Так вот, господа, да. Америка. Вот. Я – американский шпион. Да? Вот. А что? Скоро мы все будем иностранные агенты. Поэтому нормально. Вот. Нормально, значит. Кстати, американцы шпионы быть намного лучше, чем нахуй. Почему? А потому что Америка о своих гражданах заботится. И о своих шпионах тоже. А есть такие страны, которые даже вообще не заметят этого. Знаете, быть каким-то там сомалистым шпионом совершенно неинтересно. Сомалей об этом не узнает. Нет. Американский шпион. Да. Итак. Мы с вами американцы шпионы все. И каждый день мы сообщаем в Америку один из своих десяти пальцев. Да. Ну и больше так делать нечего. Правда, Америка? Представитель наших пальцев. Вот. Каждый сообщает палец. Там. Я – указательный палец. Да. Кто-то там мизинец. Выбирает палец. И мы, кстати, шифровку посылаем. Там пальцы такие. Ребята, вы же понимаете, что при этом не обязательно котировать каждый палец, ну, про каждого человека отдельную шифровку. можно по два человека, да? А два человека – это сто вариантов, а значит, удается в семь битов запихать. Правильно? И здесь получается, что, конечно, информация о одном из десяти пальцев – это, конечно, не меньше, чем три с половиной битов. в десять. Можно дальше пойти. Можно понять, что вообще-то тысяча меньше, чем что? В десять. В десять. В десять. В десять. В целом, если вы знаете, что когда мы делаем выбор одного из пять вариантов, то это меньше, чем даже два. и так далее. Теперь вопрос – а какую же на самом деле разумно приписать, какое количество информации разумно приписать выбору одного из данного количества, там, k вариантов? Да, очень просто. Когда вы посмотрите число k в какую-то большую степень, то вы после этого должны посмотреть, что вот это число k в степени n меньше какого-то. И значит, количество бит будет меньше, чем что? Чем m разделить на n. Как это записать нормальным математическим образом? Точно просто есть такой понятий логарифм. Двоичный логарифм. Поднимите руки, кто из вас уверен, что он алгарифм более-менее знает. Ага, меньшинство аудитории. Ну тогда вы сюда есть потерпите, а я быстро для всех объясню, что такое логарифм.